Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok сделали все точно примеряем да имеет место быть все у нас происходит защита как бы сать работает вот это массе митировали грубо говоря как это все будет выглядеть в бою дальше что мы видим дальше мы видим гайку фрикциона на гайке фрикциона мы тоже видим пыльничек которые зажат вот таким пластмассовым корпусом также в этом пластмассовом корпусе мы видим установлена грубо говоря тоже трещотка которая делает микроклик поворачивания да также пластинчатая пружина которая у нас оказывает при закручивании давления на весь пакет фрикциона вот ну разбирать это сейчас я не вижу смысла никакого чтобы вам это все показывать так больше же нас интересует теперь как здесь организован сам как бы сказать механизм фрикциона вот стандартная для катушек шимана стопор на кольцо вот она и дальше увидим такую вот вставку до выточенную и там увидим подшипник вот такая вот вставочка в ней посадочное место под подшипник и уплотнительное кольцо что делает нам защиту от попадания агрессивной среды со стороны гайки фрикциона несмотря на то что на гайке фрикциона тоже имеется вот такой пыльник то есть мы видим что защита у нас происходит как с тыльной стороны так и спереди вот так что ребята защищайтесь главное с тыльной стороны спереди у нас все нормально так двигаемся дальше что мы тут видим дальше мы видим вот такой подшипник подшипник у нас запрессован вот на такую вот конструкцию с одной стороны как шайба тут имеет посадочное место под шар вот этот у нас подшипник одевается вот такую выточенную конструкцию вот и на ней соответственно он крутится здесь мы таким образом видим реализацию подобного механизма в данной катушке и дальше продолжаю речь и второй подшипник у нас стоит опять внутри то есть мы видим что если у старых у других катушек простой серии шимана и у старых серий шимана подшипник себя в пошпульном механизме в то в данный момент все подшипники занесены унесены как бы спрятаны внутри шпули подальше от агрессивной среды уважаемые зрители вот хотя в принципе тут было чуть-чуть для меня есть вопросы мы видим что подшипник здесь одет и край как бы завальцован то все он туда запрессован но при этом ну да тут какое-то расстояние есть он как бы вроде отделен на самой вот этой стенке да то есть он с ней вроде как не соприкасается до превращения может и соприкасается что-то непонятно но тем не менее никак я не пойму как вот мы видим вот такая вот ступенька она у нас одевается и уходит прямо до самой стенки и все равно при скольжении мы видим даже вот есть след от нее вот смотрите не знаю как тут камера сфокусируется сейчас есть такой след что скребет она вот эта ступенька прям по этому месту и как бы само такое скольжение подшипника в этом месте ну теряется могли бы как-то придумать чтобы это именно все сидела на подшипнике а вот не так вот она вот видите шкребется просто когда же пальцем прижимаю как бы кручу прям чувствую да что прям по стеночкам все это шкребет что-то как-то особая такая логика начинает теряться особенно когда сверху грубо говоря давит у нас все эти шайб ну как бы скачаем грубо говоря пластинчатая пружина на все это да на весь этот механизм вот такое вот решение дальше мы увидим вот такую вот шайбу алюминиевую да и вот сама уже грубо говоря фрикционная фигурная шайба с такими вот рисунком как шестерни да она соответственно ставится в такую вот пластиковую обойму вот и получается уже через эту пластиковую обойму а пластиковая обойма вот этими штырками она вставляется в шпулю соответственно на входе с ней в сопряжение и через вот эти вот металлические шайбы сверху и снизу до происходит зацепление до относительно вала ну сзади мы видим еще вот такой вот еще одну графитовую шайбу на дне она именно у нас просто не как бы отделяет металлическую шайбу от самой шпули и мы видим вот эти шайба даваются на вал ну то есть на шток вот да и соответственно зажимают вот этот фрикционную одну шайбочку да и через нее через одну всего-то до зацепляются через эту пластмассовую обойму со шпулей то есть по сути дела это вот работа две металлические алюминиевые шайбы и одна вот такая вот графитовая да вот и все то есть как бы тут вот так вот сделано ну так как она графитовая то соответственно мы видим на ней много таких как бы зацеплений то видно как бы вполне себе хватает до этого усилия и зацепления вот сейчас это на столе разложу соответствующим грубо говоря порядке чтобы смотрели как это все устроено и все с этой стороны мы ничего больше не видим кроме как в конце посадочной месте шпули подшипник ну что нужно его проверить ну тут мы видим что вопросов никаких не возникает в руку я никаких как бы шуршание там с биение и скреплений подшипников и они да все идеально работает все тут грубо говоря безо всяких вопросов происходит вот такая вот работа данного узла безо всяких проблем уважаемые зрители сам подшипник вот и что у нас остается остается нам теперь только механизм оповещения поклевки если можно его так назвать ну да конечно многие скажут чуть и не сказал про бортик шпулей это уже избитая тема каждый раз про одно и то же можно не говорить ну ладно повторюсь у семейства шимана которая начинается с твин ствина да и в гору выше там twin ванкиш стела раньше ванкиша не было было катушечка которая впервые вошла потому что изначально вообще бутины стала топ короче забыл короче что-то какая-то там была катушка надо было у моего друга я тоже пробовал на нее рыбачить нормальная катушка вот здесь мы видим такой вот опрессованный бортик шпули таким вот высокопрочным материалом каким именно я не знаю и не не интересовался в принципе все эти материалы хорошо работают и при ударе не возникает особых повреждений забоен которые потом могут в процессе эксплуатации повредить сам шнур осталось снять механизм оповещения видим вот такая вот выточена пластмассовая конструкция профильная и в нем и сразу же видим вот такие как зубчики по которым соответственно и подпружиненные такие как бы грубо говоря шарики не совсем шарики они такие сейчас вам покажу двигаются и они соответственно там создают вот эти щелчки то есть звуковое оповещение вот вот вынимаем саму конструкцию и вот она выглядит вот таким вот убрана вот они подпружиненные вот такие вот овальные штуки с одной стороны они круглые они у нас вставляются и создают вот такой звук вот сама вот эта штука она ну как бы не нова она применялась и в свой сериях старых катушек там чуть ли не 2001 год там какой-то там ну короче очень очень давно не ничего нового тут шумана не придумала и там еще стоит еще одна такая же шайба графитова вот и усе больше у нас уважаемые зрители нету ничего вот в принципе весь механизм и все детали у вас сейчас практически видны на камере вот таким вот образом устроена у нас пошпульный механизм и сама шпуля объясню как смог я думаю в принципе все должны понять ну в принципе на этом видео заканчиваем потому что будем делать кусками чтобы было более понятней и интереснее чем это сидит там по часу с лишним я думаю я смотрю нет никто столько не сидит средняя цифра просмотра видео там всего 5-6 минут вот многие до конца когда что-то в конце самое интересное оставляю да ну для самых терпеливых как бонус мал мало кто до конца досматривает вот и мне как бы все равно смотрят не смотрят кому надо смотрит до конца получают какие-то интересные там моменты для себя узнают вот ну ладно кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями уважаемые зрители до свидания до новых встреч